Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Первое на первое, обратите внимание на то, как именно вы подходите к формированию своего текста. Вы говорите, что имеется зависимость от еды, как с ней справиться, может быть есть какие-то приемы, чтобы представить, как вы говорите, есть поначалу психологические приемы, которые могут избавить от употребления еды. В общем, то есть, вами зависимость от еды воспринимается исключительно как что-то такое отдаленное, отстраненное, объективизированное, вынесенное за скобки. Досадное недоразумение. Но то, что происходит, с точки зрения психологии, является следствием ваших внутренних конфликтов и напоминанием вам о них. В зависимости от еды, точнее, заедание, точнее, употребление пищи ночью, является напоминанием об этом конфликте, чтобы вы его не забывали, является защитой. А также, является средством выживания. Если бы не это, то, вероятно, вам было бы еще более тяжелее. Вероятно, вы в таком случае, ну, заболели бы или у вас появились бы некоторые аллергические реакции. И тогда, то есть, подобная зависимость от еды вам для чего нужна? Подобная зависимость от еды сформировалась, ну, как бы, как минимум 10 лет назад началась. То есть, вероятно, еще и раньше просто, некоторый конфликт получил свое закрепление, свое закрепленное разрешение в виде зависимости от еды. Но сам конфликт, сама проблема, которая привела вас к этой зависимости, скорее всего, появилась намного раньше. Ну, насколько намного, можно, конечно, судить, потому что разные бывают ситуации, вот, но, тем не менее. Теперь перейдем непосредственно к проблемам. Как я уже сказал, избавляться от зависимости не стоит. Воспринимать ее, как некое досадное недоразумение тоже. Нужно разбираться с историей вашей жизни, с историей ваших отношений, с историей вашего внутреннего состояния и смотреть, где у вас находятся проблемы. Ну, например, зависимость от еды является разновидностью орального поведения, то есть поведение с фиксацией на рот и представляет из себя в какой-то степени застревание в том возрасте, когда мать вскармливает своего ребенка. Вот эта потребность в вести, а точнее недостаточность пищи зачастую приводит к тому, что человек начинает фиксироваться на данной разновидности поведения. Это может быть сигарета, это может быть алкоголь, это может быть еда. То есть все, что связано с ордом. Поскольку для ребенка, маленького ребенка, грудного ребенка, кормление является не только удовлетворением голода, но и удовлетворением психологической потребности. Поскольку употребление материнского молока связано непосредственно с поддержанием психологического равновесия, психологического гомеостаза, то отсутствие данного фактора в жизни ребенка, то есть отсутствие в достаточном количестве материнского молока, приводит к тому, что и психологическое состояние человека становится несколько более неустойчивым. И формируется тревожность, угроза, ну, ощущение угрозы, некий страх, некая неудовлетворенность, вероятно, агрессия. Агрессия довольно часто встречается у людей, которые зависимы. Зависимы от самых разных моментов, не только на данной разновидности. Зависимы. Вот. Соответственно, можно говорить о том, что заеданием вы обретаете для себя стабильность. Заеданием вы себя защищаете. Заеданием, а также лишним весом, вы создаете иллюзию стабильности вокруг себя. Но вместе с тем и отталкиваете людей, отталкиваете окружающих от себя. Это может быть связано с тем, что вы считаете себя недостойным. Ну, вариантов может быть много. Опять же, вы ничего не описываете из своей жизни, поэтому это просто предположение. Скажем, заедание как реакция на стресс – это одно. Заедание как подспудное желание оттолкнуть от себя людей – это другое. И заедание как потребность в любви, а ребенок вместе с материнским молоком получает необходимую любовь, тепло и заботу. Это основные моменты, которые могут вас направлять. И, соответственно, нужно на психотерапии, на психотерапевтической беседе выяснить, какой вариант больше всего подходит для вас и, соответственно, с ним уже работать. Если это стресс, ну, реакция на стресс, то, соответственно, это довольно чувствительное восприятие стресса. Это болезненное ощущение угрозы от стресса. Это может быть непереносимость конфликтов, непереносимость напряжения и так далее, с одной стороны. С другой стороны, это может быть страх что-то потерять, страх чего-то лечиться. То есть, ну, самые-самые разные причины. Если мы говорим про отталкивание людей и про как-то вот реализацию негативного образа себя у человека, то здесь дело касается внутреннего обесценивания, здесь дело касается наказания, здесь дело касается мазохистических тенденций, ну, в какой-то степени депрессивных тенденций, жертвенных тенденций и так далее. Если мы говорим о потребностях любви, то здесь можно отметить такие нюансы, как отрицание части себя, ну, какой-то части какого-то элемента, какой-то черты своей личности, своего характера. Это в целом пренебрежительное, неуважительное, может быть даже агрессивное, вредоносное отношение к себе, к своему телу, к своему психическому состоянию, к своему духовному состоянию, если можно так выразиться и так далее. Таким образом, я надеюсь, у меня получилось донести до вас, наверное, единственную актуальную мысль на данном этапе, это то, что зависимость вам нужна и зависимость является частью вашей личности. Зависимость призвана компенсировать те негативные элементы, которые присутствуют в вашей жизни. И, соответственно, ни в коем случае нельзя зависимость как-то объективизировать. Зависимость – это не болезнь. Зависимость может иметь в себе элементы заболевания, особенно когда зависимость является физиологической. Это связано в основном со взаимодействием с наркотическими и алкогольными и химическими веществами. Редко, когда зависимость приобретает физиологическую основу, если дело касается, например, психологической зависимости, такая как любовная, эмоциональная и прочая, или зависимость от еды. Бывают разные моменты. Булимия существует. Булимия – это физиологическое, в том числе, заболевание. Но тут, повторюсь, есть нюансы. Очень важно согласовывать здесь свои действия с врачом. Поэтому мне видятся следующие действия, которые вы можете выполнить для начала решения данной проблемы. Первое. Для чего? Для чего? Вам прекращать употреблять ночью вещи. Зачем? Чем вам это не нравится? Какая цель? Как вы будете использовать то, что изменится в результате этого? И так далее. Второе. Обратиться к врачу. Рассказать о проблемах. И, может быть, пройти необходимое медицинское обследование. Может быть, вам назначат какие-то препараты. Может быть, вам назначат какое-то медицинское лечение. Что позволит вам лучше подготовиться к психологической работе. Следующий момент. Обратите внимание на конфликты. На конфликты. На эти проблемы, которые в вашей жизни присутствуют. Присутствуют. Это неудовлетворенности различного рода. Это конфликты. Это стресс. Это некоторые фрустрационные. Процессы. Процессы. Именно. То из-за чего бы вы, например, могли, ну, реферировать. Скажем так. Вот. Это очень важный момент, на мой взгляд. Вот. Потому что, ну, потому что я с этого напрямую вытекает то, как происходит ваша текущая жизнь. Вот. И ничего нет хорошего для вас в том, что вы пытаетесь избавиться от зависимости от зависимости. Избавляться от нее не нужно. Исследовать ее. Понимать, для чего она вам. Какую проблему решает. Это вполне себе адекватно. И как раз таки в этом направлении психолог и поможет вам данную проблему решить. Техника. Техника же, вот. Ну, собственно, того, о чем вы говорите. Техника же, может быть, и уберет именно элемент поведения. Такой элемент поведения, как употребление пищи. Вот. Но вряд ли. Техника будет способна решить вашу глубинную проблему, проблему, собственно. Но это не способна, наверное, ни одна техника, ни один психологический прием. Поэтому искать легких решений не стоит. Вот. Настраивайтесь на некоторую работу. Поверьте, эта работа интересная, эта работа приятная, что самое главное. Потому что она проводится со всей заботой о вас, со всей, так сказать, внешностью к вам, со всей деликатностью к вам. Вот. И, соответственно, на выходе вы получите не только избавление от нежелательной модели поведения, но и станете более стильной, более гармоничной личностью. Правда, окружающие люди, и это нужно понимать, могут отнестись к этому, мягко говоря, не очень, и даже, я бы сказал, негативно. Поэтому к определенному сопротивлению нужно быть готовым. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.